Кинологи дали советы владельцам лающих по ночам собак. Кинологи дали советы владельцам лающих по ночам собак 6 часов 23 минуты 29 апреля 2020 года, обновлено 6 часов 32 минуты 29 апреля 2020 года, знак авторского права РИА Новости, Евгения Новоженина, собака породы золотистый ретривер. Знак авторского права РИА Новости, Евгения Новоженина, собака породы золотистый ретривер. Архивное фото Москва 29 апреля РИА Новости. Российская кинологическая федерация в связи с планами введения административной ответственности за лай собак по ночам поделилась с РИА Новости возможными причинами ночного лая и дала советы, как с этим справиться. Для того, чтобы избежать ночного лая, владелец должен уметь понимать своего питомца и вовремя его успокоить. Как правило, с коррекцией поведения может справиться практически любой хозяин, который разбирается в дрессировке. В отдельных случаях, когда собака слишком беспокойная, нужно прибегать к помощи профессиональных кинологов, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Почему собаки лают? Как пояснили в Российской кинологической федерации, более предрасположены к лаю возбудимые собаки. Возбудимость зависит от породы. Представители разных пород по-разному склонны к лаю, от очень шумных, выражающих лаем свои эмоции по любому поводу, до настоящих молчунов. 27 апреля, 16, 15 сказано. В эфире кинолог рассказал, как научить собаку не лаять по ночам. Минюст предложил штрафовать за бездействие по обеспечению тишины в ночное время, в качестве примера приводится, в частности, лая собак. Эту инициативу прокомментировал в интервью Радио Спутник. Кинолог Виталий Орлов. Если хозяин находится дома, то собака может лаять, тем самым выражая радость, эмоции во время игры, реагировать на определенный раздражитель, охранять территорию и предупреждать хозяина об опасности, сообщать хозяину о своем самочувствии, болезни. Как избежать лая собаки ночью, если собака лает, оставшись дома одна, то для предотвращения такого поведения необходимо начинать заниматься с ней сразу, как только она появилась в доме. Питомца нужно постепенно приучать оставаться дома одному, здоровая собака очень легко к этому привыкает. Важно, чтобы это происходило дома и делалось по нарастающей, начиная с минуты двух, позже оставляя на час-два, и так до восемь-десять часов, когда все члены семьи на работе, рассказали в Российской кинологической федерации. Вчера 5 часов 28 минут кинолог оценил введение штрафов за лай собак по ночам частая ошибка владельцев, когда придя домой и застав собаку воющей и лающей, при встрече с ней начинает ее ругать и хуже того, применять силу это усугубит ситуацию, отмечают кинологи. Они также сразу советуют приучать животное к тому, что общение регулирует хозяин, не следует баловать и потакать навязчивости животного, но в то же время не стоит забывать уделять ему необходимое внимание. Причина лая может скрываться в отсутствии регулярных нагрузок. Имейте в виду, что чем активнее и энергичнее ваш питомец, тем больше ему требуется активных прогулок с занятиями. Вдоволь набегавшийся и наигравшийся пес дома будет отдыхать, а не искать, чем бы себя занять, сказали кинологи. По их словам, в среднем, с собакой лучше гулять не менее двух часов в сутки. Соответственно, чем собака энергичнее, тем больше времени на прогулки и занятия ей нужно отводить. 27 апреля, 12 часов 22 минуты совфет выступит против штрафов за лай собаки или автосигнализацию ночью, если собака лает в присутствии хозяина из-за внешнего раздражителя. Необходимо понять, почему она это делает, а затем переключить ее внимание, постараться изменить ситуацию. К каждой собаке нужно найти индивидуальный подход. Кому-то поможет любимая игрушка или лакомство, для других потребуется ласка или строгая запрещающая команда, пояснили в Российской Кинологической Федерации. Если лай пагубная привычка психически здоровой собаки, необходимо рассмотреть различные методы коррекции такого поведения. Для этого нужно обратиться к кинологу, поскольку, если лай связан со слабой психикой, то способы разрешения проблемы должны быть совершенно другие, отметили кинологи. Если у собаки невроз в Российской Кинологической Федерации, отметили, что, к сожалению, очень распространенной причиной трудноустранимого лая являются неврозы, связанные со слабой психикой животного. Собака не может адаптироваться к одиночеству, испытывая страх возбуждается и разряжается в лая, в ое и, или деструктивном поведении. В этом случае необходимо искать квалифицированный и сугубо индивидуальный подход, кому-то помогает накрытая тканью клетка, которая дает собаке ощущение защищенности, сказали кинологи. Вчера 4 часа 29 минут кинологи оценили введение штрафов за лай собак по ночам, кинологи отметили, что применение электронных средств противопоказано собакам с неврозами, поскольку это только усугубит проблему. И даже если собака начнет бояться лаять, возбуждение останется и найдет другой выход, вплоть до осложнений в форме хронического заболевания, психосоматическое заболевание. Совершенно недопустимо использовать такие инструменты для коррекции поведения нервных, неуравновешенных животных, чтобы не столкнуться с проблемами в будущем. Каждый ответственный владелец должен уделять достаточно времени на воспитание своего питомца. Только ежедневные активные прогулки, тренировки, любовь и забота позволят избежать любых трудностей, которые могут возникнуть из-за поведения собаки, отметили в Российской кинологической федерации. 27 апреля, 13 часов 31 минуты юрист назвала идею штрафовать россиян за ночной лай собак разумный.